Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые кинолюбы, киноманы. Это программа «Синема». В студии Олег Пека. Мне помогает Родион Золотаев. И сегодня в нашей программе мы будем говорить о продвижении фильмов на латвийском рынке. Об одном из таких успешных примеров молодого независимого кино. И сегодня в нашей студии Сергей Мусатов, Кинокултс. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И кинооператор Янис Андреев. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот фильм, который действительно выстрелил, который стал таким интересным событием, который, мне кажется, объединил, в свою очередь, аудиторию и латышскую, и русскую, потому что он как будто бы говорит на одном языке с молодежью, и в нем звучит очень много современной музыки, и он вообще очень легко смотрится и производит такое весеннее, мне кажется, настроение. Не летнее? Да, должно быть весеннее. А мне кажется весеннее. Потому что именно весной начинают люди влюбляться, и у них начинается какой-то такой вот период бурных отношений. Лето – это уже какая-то такая зрелость, мне кажется, в отношениях, и какая-то вальяжность и расслабленность. Ну, тёплая весна. Тёплая весна. И вот у нас сегодня как раз в студии оператор этого фильма и, ну, можно сказать, прокатчик этого фильма, и мы поговорим вот о том, как его действительно, ну, и не только создавали, но ведь нужно было эту картину найти ту самую аудиторию. Вот когда фильм снимали, было какое-то, ну, вот представление, для кого этот фильм, где он выстрелит, не выстрелит? Вы знаете, мы когда, когда у нас появилась идея, и идея сама, сама изначально, она появилась у меня. Я хотел очень снимать кино, и я искал людей, с которыми это делать. И я писал несколько людям, несколько режиссёрам. Я уже сейчас даже, если честно, не помню, кому я точно писал. И вот так повезло, что вот с Алисой из Арини, я её не знал до этого. Я знал, что она поднимает темы феминизма, что она борется за равенство в мире, за справедливость и всё остальное. И я также знал, что она занимается сценариями и хорошо пишет. Я видел, что она очень много пишет для Сатори. И я решил ей просто написать. Она в тот момент была, мне кажется, в Азии где-то путешествовала. Да, в Вьетнаме, мне кажется. Я написал ей, я сказала, вот так и так, ты не хочешь что-то сделать вместе? Она сказала, да, может быть. И вот из этого, да, может быть, вот это всё выросло в течение года примерно, что она во время, когда она была в путешествии, написала уже три маленьких какие-то таких мини-истории. Мы с ней прошлись по ним и решили, что вот да, это, кстати, неплохо, такой road trip сделать. И я подключил их вместе. У меня ещё вторая хорошая знакомая и друг моя, Алиса Рогула, продюсер. И я двух Алис, в принципе, всего вместе. И вот так вот мы начали продвигаться. И через примерно два года мы сняли этот фильм. Насколько было какое-то, ну, вот понимание, куда он идёт, какие будут актёры, насколько вообще вот бюджет, ну, картины определял его киноязык, ну, вот возможности съёмок? Бюджет нас, конечно, очень-очень сильно диктовал, что мы можем и что мы не можем сделать. Но изначально мы, вы спрашивали сначала, знаем ли мы аудиторию и кому это показывать. Мы не знали. Мы хотели на самом деле сделать фильм, который нравится в первую очередь нам самим. То есть и Алисе, и Алисам, и мне, и мы, и один из главных, главных правил, которые мы хотели, мы хотели, чтобы он был лёгким фильмом. Чтобы его было легко смотреть и приятно смотреть, и чтобы он был с юмором, но не тупым. И я надеюсь, что нам это удалось. Есть же ещё один действительно момент. Рассчитывали вы только на латышскую аудиторию, но я имею в виду вот в сценарии, там же могут быть какие-то вещи, специфика, фишки какие-то, которые, ну, может быть, отсекают другую аудиторию, но потому что она адресована вот именно конкретно, как с какими-то вот языком, шутками, менталитетом, ну, вот конкретно на одну аудиторию. Мы, конечно, понимали, что, в первую очередь, это латышская аудитория, скорее всего. Во-первых, фильм на латышском языке, и там звучат группы современные, которые, скорее всего, больше всего знакомы латышам. Также там есть пару сцен, которые про немного русскую аудиторию, ну, в контексте с нашим миром, где мы живём, в Латвии. Но, как сказать, мы надеялись, что если, вот, допустим, смотрите фильм и там субтитры, чтобы шутки и вообще сюжет весь, он был универсальным, я думаю. И также мы сейчас, когда планируем посылать его в разные фестивали, мы надеемся, что он и там будет смешной. Потому что одна из главных тем, про что вообще фильм, это жизнь и проблемы 30-летних. Это такой, наверное, небольшой кризис, когда люди задумываются, что же теперь делать. Это вроде не 40 и не 45, но уже и не 25. Вроде как бы уже и не студент, и не школьник, и как бы что-то должен сделать в своей жизни. И я думаю, что в этом возрасте многие, поэтому для себя нашли что-то своё там. — Насчёт музыки, кстати, как вы подбирали саундтрек, может быть, ну какие группы, насколько вот это сотрудничество, потому что, например, ну на Западе необходимо для того, чтобы получить, там, не знаю, песню «Мадонны», нужно заплатить очень много денег там в студии, которая снимает этот фильм. Вот насколько... Знаете, на этот вопрос я меньше всего могу ответить, потому что этим музыкой очень много занималась именно сама режиссёр, отборкой всей музыки. Но, как я понимаю, я хочу верить, что группы это тоже, как бы, такие слегка неформальные, может быть, индепендент и неграндиозные попстары, я думаю, но которых, в свою очередь, всё-таки знают своя аудитория, такие, ну как, нельзя сказать, как «Русские пятницы» и «Ленинград», это уже сейчас стало суперкультовыми группами. Но, может быть, когда они были совсем молодыми и ещё не такими топовыми, вот я думаю, что эти группы, которые у нас сейчас... Одна из них, например, «Чипсис» и «Дуллайз», это вообще, как это назвать по-русски, шуточная группа? — Ну да, такая, можно сказать. — Ну, это прикол, как бы, да, но это круто, они свои майки сделали с этими статусами песенами. — Это прикол, у них очень маленькая аудитория, но очень яростные фанаты. — Очень, очень. — На каждый концерт все знают, какие песни надо попросить, и в конце концерта каждый раз даже столицы спрашивают, ну какую песню хотите услышать? — Что было самое сложное, может быть, на съёмках, какие сцены, какие эпизоды, какие локации? — Ну, вообще, сам процесс был очень тяжёлым, потому что снять хоть какое-то качество за 15 дней — это очень тяжело, фильм. Это очень большая выработка. В день мы снимали в среднем по 6-7 минут. Один день было 8 минут, и это было... Ну, это был ад. Это был ад, с какой скоростью надо было работать. Это было условие этого бюджета, что у нас конкретно было, хоть мы хотим много, что у нас есть конкретные деньги, финансирование, и оно делится на сколько дней ты можешь позволить. И всё-таки нужна какая-то минимум какой-то команды, там, осветители, техники камер, и тот же бензин просто залить, чтобы люди ездили, потому что у нас много локаций, у нас мы всё время куда-то переезжаем, и даже в один момент наши продюсеры сказали, что, ребята, больше, дальше 40 километров или 50 мы не едем. То есть не едем больше 60 километров от Риги, потому что, чтобы приехать в светобазе и всем остальным, и там 10 машин, это стоит нам очень дорого. Так что это были вот лимитации нашего бюджета. — Но это, с другой стороны, приключения. Часто бывают как раз какие-то трудности, ограничения бюджета заставляют проявлять какую-то фантазию, выдумку. Вот было ли что-то вот такого рода, когда недостаток денег заставлял работать смекалку? — Да, одна из сцен, допустим, у нас была, уже, мне кажется, подходил день к концу, и сцена, где Каспарс останавливается как бы в туалет где-нибудь сходить, и Алиса, режиссер, очень конкретно хотела, чтобы там было какое-то полузаброшенное, полуразрушенное место, где остановились чуть-чуть случайно с машиной, и мы хотели это найти где-то покруче, но, как всегда, время заканчивалось, потому что мы снимали много... Все время в машинах диалог был, это очень тяжело снимать, потому что там есть разные техники, как это снимать. Мы выбрали это снимать самым натуральным способом, ставить машину на платформу и снимать. То есть это очень медленный процесс, переставлять все камеры и, в общем, менять что-то, и все время тебе надо ездить по этому месту, и тебе мешают машины, тебе мешает... свет меняется все время, это очень долго. И, конечно же, мы опять-таки начали опаздывать, ну и нам надо еще снять эту сцену. И там, где у нас была, в принципе, база стояла наша, где актеры переодевались, и где мы там все со всеми светобазами и все остальное, там была просто полусгоревшая, мне кажется, какая-то ларек около Царниковской станции, и там он как бы пошел в туалет, и вот мы там снимали, потому что, в принципе, был... Продюсеры тоже сказали наши, извините, у нас час. Мы не можем больше никуда ехать. Или здесь, или как бы все, вырезаем. Мы это быстро как бы решаем на месте, как бы, ну как, или что-то, или ничего. Герои этого фильма, они растут. То есть, ну, как ведет время, и это практически в действии картины перемещается вот в один год, второй год и третий год. Вот как это создавало ли это какие-то трудности? Потому что ведь действительно мы живем в такое время, когда буквально там даже по модели телефона можно иногда определить год, не говоря уже там о каких-то там еще приметах времени. Да, конечно. Это, кстати, вот режиссер очень хорошо сказал бы про это, потому что я думаю, что ей было очень тяжело с этим работать, потому что идеально мы снимали бы фильм три года. Они же должны меняться не только по внешнему, ну, во-первых, по внешнему. Внешне они, да. Стиль бой. Да, они должны, как бы, они должны, ну, должно проходить время, во-первых. Во-вторых, характеры должны очень много меняться, и я считаю, что они сделали гениально работу в такое маленькое время, что что-то, ну, как бы как-то к реальности подойти, что вот ты, проходит год. Это же, мы сами знаем, год проходит. Год – это большое время. Ты можешь, столько всего может случиться. А мы снимаем этот год вчера, и завтра уже мы снимаем, о, уже новая лига уже пришла, и потом уже другая лига пришла. Так что это тяжело было. Вот идеально, конечно, было бы, во-первых, ну, может быть, не три года снимать, но вот было бы дольше период. Мы могли бы, я думаю, намного глубже зайти, особенно вот с актерами там проработать. И часто было, допустим, мы в один день пару раз снимали вот три разных года. Это было тяжело, потому что и актерски это тяжело, и у них меняются и костюмы, и грим у них меняется, и вообще у них там все меняется, и это усложняет очень. Ну, и надо себя поставить тоже в определенное другое положение, ментально, эмоционально, когда ты снимаешь сначала первый год, потом третий год. Да, и у нас даже менялась техника, как мы снимаем. Мы специально с режиссером разрабатывали, что один год мы снимаем в одной технике, другой год в другой технике, и третий год с третьей техникой. Даже объективы менялись. То есть у меня было на тот день, допустим, три комплекта объективов разных. И мы их снимаем, я говорю, один с этого комплекта, другой с этого комплекта, третий с того. Я обратил, да, как раз внимание, что менялась практически картинка, вот само изображение, потому что ведь в начале фильма мы видим совершенно таких безалаберных, ну, молодых людей. Вторая лига – это уже у них какие-то отношения, и третья лига – это практически какой-то, ну, кризис отношений, можно сказать. То есть это, в принципе, действительно, ну, так я себе представляю, что в один день играть вот эти три состояния, меняясь, это, в принципе, можно сказать, ну, что молодцы, справились очень здорово, потому что это, ну, это… Я когда смотрел, у меня действительно было все время ощущение, что да, вот они как будто бы повзрослели на год. Да, я думаю, что я часто сам, когда оперативская работа, я забываю, допустим, про многие другие департаменты, и в том числе, допустим, про актерские, но потом я задумываюсь, как на самом деле им тоже тяжело все это сыграть. Вот когда надо три года играть, им же надо тоже переключиться. Тут она была такая, потом она стала уже серьезнее, и в третий год она уже такая стала, и он тоже поменялся, так что, ну, молодцы они, они оба молодцы, и Ари, и Анта. Есть ли какие-то хитрости? Я не знаю, вот, ну, часто бывает, ну, как просто примеры, там, Сильвестра Саллона невысокого роста, и он всегда, ну, требует, чтобы там его снимали с определенных точек. Том Круз, опять-таки, тоже комплексует. То есть, там, вот какие-то такие вещи, связанные с тем, что у актеров какие-то свои, ну, чтобы их снимали с одного ракурса, там, у актера, может быть, там, вот он просит, что вот я с этой стороны выгляжу более мужественно. Ну, Ари достаточно высокий, это хорошо. Знаете, не, я знаю, о чем вы говорите, я снимал фильм «Жених» с Незлобиным, и там главную роль Сергей Светлаков, он, да, он очень часто говорил, как бы заставлял нас подумать два раза, как бы, как его круглый план снимает, то, что он спрашивал, все ли в порядке, там, как бы, я не с тобой уверен, там, все нормально, может быть, чуть-чуть повыше встать, чтобы, как бы, там, подбородок или как-то, ну, да, 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 там, что-нибудь мягче поставить, там, как-нибудь, как-нибудь. А я бы цепочки могу. Да, и да, вот так. Ну, все, конечно, красивенько должно быть, но с этими нет, мы, как бы, мы довольно свободно работали, а не об этом. Я, конечно, я стараюсь, ну, во-первых, все-таки Анта, она женщина, ее хочется красиво показать. Ну, если есть отдельные моменты, где она, где актер должен выглядеть плохо по сценарию, то это не надо этого стесняться, не надо всегда показывать красиво. Оператор, главный оператор постановщик «Жениха» Илья Авсенев, он, мы говорили как раз про сериал, который снимали они в Риге, «Сладкая жизнь». Да, да. И там он переводил пример, что актриса говорила, там была какая-то драма, или развод, или что-то там, не помню, что было, но она расплаканная, едет в машине, и ей плохо. И она говорит, Илья, ну я же ужасно выгляжу. Он говорит, ну да, тебе плохо, ты страдаешь, ты в ужасе, и поэтому ты выглядишь фигово, очень, как бы, да. И он не стеснялся. Кстати, он один из таких моих, как бы, учителей, я бы сказал бы, я с ним, конечно, мало на одном фильме, только я работал, но он научил меня не стесняться, и идти на риски какие-нибудь, и только идя на риски, ты можешь достичь чего-то. То есть через ошибки, даже если ты делаешь ошибки, ты потом учишься на них, но очень часто бывают эти не ошибки, но ты делаешь что-то уникальное. А вот, кстати, с фильмом «Жених» чем было обусловлено то, что пригласили оператора из Латвии, это были какие-то... Я был там вторым оператором, и поэтому там была чисто такая продюсерская, я думаю, какая-то схема, просто была вакансия, и мне как бы фортануло, я думаю, туда поехать. И там я познакомился с Александром Незлобиным. Мы еще поговорим, кстати, о новом проекте, но просто, может быть, говоря про «Аблакус», в фильме есть и такая достаточно раскованная любовная сцена, причем она происходит в машине, а вот всегда людей интересует, как снимаются такого рода сцены, насколько это... Ну, я понимаю, что еще-то там было достаточно сложно снять, потому что это действие происходит в машине, то есть это все. И насколько актеры чувствуют себя скованными, раскованными, насколько они переживают, как они выглядят в кадре? Ну, мы ее снимали дважды, во-первых, потому что мы недосняли крупные планы какие-то, нам, как всегда, не хватило времени в лесу, когда мы этот по-настоящему снимали в тот день. И там очень интересно, на самом деле, когда мы снимали это первый раз, мне кажется, это был какой-то, не помню, четвертый или пятый съемочный день, и мы друг друга еще так хорошо не знали, допустим. Ну, как бы знали, но нормально, но не так, как бы, как друзья уже. И там было очень строго. Я помню, режиссер сказал, так, все сейчас уходят, кому не надо здесь быть, то только оператор, я, и один осветитель, и звуковик. Все, все остальные уходят, как бы, ничего не смотрят, знаешь, как-то так очень строго. И мы это снимали, как бы, я там, наполовину с ними внутри, потому что мне нравится снимать широкими объективами и быть рядом, рядом с ними, как в фильме «Блакус». Быть рядом. Ну, мне вообще, вообще нравится, когда ты рядом с экшеном, и я от них был практически полметра от них буквально. Ну, это как бы, ну, для меня, когда я начинаю смотреть через глазок, я, как бы, уже забываю, что там вокруг происходит, я смотрю на это как картинку. Бывало, я на дельтаплане летал, и смотришь в объектив, то есть через камеру, кажется, ой, как красиво, потом смотришь рядом, ух ты, то это как бы, да, так стрёмно становится, чуть-чуть. То есть, для меня это не так ужасно было. Во-первых, нам надо было первый день, когда мы это снимали, очень быстро работать, как всегда, у нас было полчаса, и всё заканчивается, сейчас надо быстро, 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 и, допустим, вот один кадр, который режиссёр очень хотел, но у нас не до конца он получился, из-за скорости, из-за, в общем, надо было чуть дольше поработать, она должна, когда у него звонит телефон, он выходит, и у неё такой момент, что, блин, как фигово всё, и вот опять у него эта бывшая жена звонит, и она там рисует маленькую деталь на окне, она должна была быть лучше видна, допустим, больше пара должно было быть, больше света снаружи, но у нас просто не было уже времени, мы сняли этот кадр, и кадр снаружи, когда она рукой берёт по окну, типа «Титаник», буквально за 5 минут или 10, просто не было времени. Но когда мы это снимали уже второй раз, крупные планы, в другом месте, уже в другом лесу, но там непонятно, что мы это в другом месте, все уже как-то забыли, что все должны уходить оттуда, все осветители, все, как бы, и они уже такие раскованные, все мы вроде друзья, и они полуголые, там, как бы, всё круто, и мы там снимаем, и уже никакого дискомфорта не было, и даже мы сами шутили на площадке, и режиссёры, и второй режиссёр, что вот как бы первый раз тут все, типа, уходили, все стрессовали, а сейчас, когда тут полкоманды стоит, и все смотрят, причём на них уж прям глазами смотрят, и они тоже нормально, как бы, там, всем занимаются. Я помню, что... Всем занимаются? В фильме «Старшет Труппер» как раз-таки Пол Верховен, когда актёры очень переживают, там был момент, когда, ну, по-моему, эти десантники, мужчины и женщины моются в одной бане, он, из-за того, что все очень, ну, как бы, нервно чувствовали, он заставил раздеться всю съёмочную группу, то есть вот все осветители, то есть он сам разделся, он стоял голый, то есть говорит, если вас смущает, что мы одеты, а вы голые, давайте мы все будем голые, вот он таким, такой вот решил. было, а мы же тоже снимали, мы когда снимали сцену, где Арис выходит из этого, из озера, где они покупаться становились, там кушают, и у них дискуссия про разговор, про, не знаю, мирозрение, как у них там, у одного фигового там отказала роль, вторая сказала, я не буду рисовать книжку, они что-то тоже полуголые, но нам было так тепло, и я тоже искупался, что я тоже снимал в плавках, мне кажется, у нас даже фотографии есть, с бэкстейджа, где мы стоим, как бы круто, все в плавках. Солнечно, тепло? Да, очень, кстати, очень хороший день, вообще нам очень повезло с летом и с погодой, очень реально. То есть мы снимали именно как раз таки в то самое время, когда и происходит действие фильма? Да, мы снимали реально в начале июня, мы начали снимать, мне кажется, в первых числах июня, мы снимали до Лигу, а потом у нас была маленькая пауза, и потом еще снимали пару дней. То есть это самое-самое стремное время в Латвии, вы же знаете, у нас то дождь, то не дождь, и нам было очень страшно, но у нас не было выбора. Мне кажется, там потом уже другие фильмы снимают, и так как у нас бюджет практически нету, и все работают или бесплатно, ну, многие бесплатно работали, многие, мы договаривались, за полставки, то есть потом люди, ну, если у них проект, где они получают полную ставку, то, конечно же, они пойдут туда работать, и мы их не можем просить и заставлять работать на нашем проекте. И у нас как раз было такое, вот начало июня никто особо не снимает. Ну, давайте вот. И был, кстати, очень интересный отзыв недавно, что очень понравился фильм, очень понравился сценарий, но настолько нереалистично, что три лига подряд нет дождя. у нас был дождь, у нас был дождь, облака ходили часто и пугали нас, но как-то вот все как-то у нас проходило, и только один раз у нас был дождь, пролил, когда сцена была с полицейским на дороге, и до этого вдруг начался ливень, и мы думали, что же делать, но как-то так, мы подождали буквально час на базе или полтора, и он прошел. А не было возможности, скажем, вписать это в сценарий, что ну мало ли, ну дождь. Было, мы думали, если такое будет, если такое будет случаться и будет дождь, мы будем снимать в дождливый день, ну потому что у нас нет выбора, мы не можем переносить. У нас буквально было один или два экстра дня, когда мы должны были что-то доснимать, но эти дни воплотились в полноценные съемочные дни, потому что в некоторые дни мы просто не успевали снимать то, что мы должны были снимать. Ну что же, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся в студию. Напомню, Янис Андреев, кинооператор фильма «Блакус», и Сергей Мусатов, кинокулцы, дистрибьютор этой картины у нас сегодня в студии. Мы говорим о современном латвийском кино. Продолжается программа «Синема», и я напомню, что сегодня мы говорим вот о фильме «Блакус», который еще продолжает идти в наших кинотеатрах, но вот на его примере поговорить о том, как создается, как дистрибьютируется современное латвийское кино. Янис Андреев, кинооператор этого фильма, Сергей Мусатов, как дистрибьютор этой корзины. Вот понятно, что какой бы ни был небольшой бюджет, но все-таки хочется создателям фильма получить эти деньги назад, и может быть, ну, я не знаю, есть ли возможность что-то заработать, учитывая наш, как бы, ну, не очень большой латвийский рынок, но вот как это все происходит, то есть, вот какие были прогнозы финансовые относительно этой картины? Очень не люблю прогнозы. Не люблю прогнозы, потому что сразу ставишь себе тогда цель, и как только, если получаешь, это все замечательно, если не получаешь эту цель, тогда, ну, сразу получается, может, даже результат хороший, но все равно как-то грустно, а прогноза нет, значит, не достигли. Конкретно с Буакус у нас ситуация была такая, что, да, с Алисой мы знакомы были уже какое-то время, и когда она уже сняла, или снимала, мне кажется, даже до сих пор фильм, то попросил у нее сценарий почитать как раз на Буакус, посмеялся над сценарем уже, и тогда решили, что надо работать вместе, прокатывать фильмы. И конкретно в этой ситуации у нас это среди нашего проката, среди опыта по прокату, это было первое латвийское кино, то есть фактически уже делали мировую премьеру. Ну, естественно, в Риге, но мировая премьера. И что приятно, это то, что вот микробюджет для латвийских мерок, а для, скажем так, для глобальных мировых мерок, это, скорее всего, нанобюджет, то микробюджет дает даже, наверное, какой-то, если оператору, скажем, работать сложнее, то может нам даже работать чуть легче, потому что у тебя нет такого большого, не знаю, наста и, не знаю, должности, что ты должен выполнить. То есть если у тебя несколько тысяч, там 150, 350 тысяч, тогда у тебя возлагается очень большая надежда, что тебе нужно обязательно отбить от бюджета. Но, естественно, тоже надо отбить бюджет, но, с другой стороны, у нас больше места для экспериментов, потому что у нас мы можем делать более рискованные вещи, не то, что мы пытаемся сделать и с фильмом «Буакус». Но как прокат происходит, мы получаем фильм, но сначала, да, пытаемся понять, какое главное сообщение, что мы хотим донести до зрителя, как мы хотим показать фильм, и рассказать о нем, и как заинтересовать зрителя, чтобы он пришел вот в первые выходные, в вторые, в третьи выходные, чтобы он пришел еще раз. Поэтому используем инструменты, которые мы накопили уже за свой опыт многолетний, и инструменты, которые мы тоже подсматриваем у зарубежных коллег, что они делают, как они коммуницируют фильмы. То есть это такая эволюция, то есть нету какого-то конкретного сценария, как фильм, какими определенными шагами нужно его прокатывать, но есть какие-то основные пункты, которые придерживаются. Именно это как раз начало понять, что рассказать. И в случае с «Буакус» нам казалось, что главная мысль это то, что, как я не сказал, это фильм универсальный, потому что у нас у каждого, наверняка, под конец двадцатилетий, и когда наступает уже третий десяток, тогда предстоит такое решение, что надо делать со своей жизнью. Тридцать. Тридцать. Когда наступает тридцать, уже тогда четвертый десяток. Двадцатилетний уже это еще другое. Что делать со своей жизнью, то есть принимать решения достаточно долгосрочные, то есть чем ты собираешься заниматься, и тем, чем ты сейчас занимаешься, будешь заинтересован в этом через десять лет, через пять лет, через год. И так же самое относительно твоего партнера, то есть в определенное время, в это время ты понимаешь, что, скорее всего, ты сочинешь человеком и останешься на всю свою жизнь. И поэтому, скажем, и у главных героев такое все время чувство, ну не знаю, немного мешканья, то есть ты сам пытаешься определиться, и ты сам пытаешься определить, правильно это выбор сделал, и всегда вот это вот чувство нерешительности, оно тебя преследует, и естественно, вот в этом фильме, мне кажется, очень хорошо как раз такой момент показался, но что важно, что такой момент мы сами все испытывали, поэтому хотелось бы, чтобы в нашей коммуникации это и стандартная, это как трейлер, и нестандартная коммуникация, чтобы он на такой момент тоже проник. Ну вот меня всегда интересовал вот эти механизмы, почему? Потому что понятно, что когда фильм там большой, крупнобюджетный, здесь ролики идут, ну не знаю, там в телевизионной рекламе, весь город увешан плакатами, там если бюджет позволяет, например, там Армагеддон рекламировался там в Лос-Анджелесе, они на стене небоскреба сделали такой 3D рисунок, как будто бы пробит небоскреб и там просто сразу вау. Вот если, ну понятно, что нет средств, может быть, ну там так масштабно вложить деньги в рекламу, вот каким образом можно достучать? Может быть, это и не надо, может быть, вот зритель, он совсем другой, до него можно достучаться другими средствами. Ну, правильнее было бы, скажем, поделить, какая вот примарная аудитория, с кем ты собираешься комментировать, кто, скорее всего, пойдет на твой фильм и дальше будет нести твое сообщение уже своим друзьям, своим коллегам. то есть главное, чтобы у нас была вот эта вот целевая аудитория, которая, мы знаем, которая фильм понравится, которая потом уже будет, скажем, в социальных сетях рассказывать уже другим, другим своим друзьям о нашем кино. Сарафанное радио такое. Да, ну, word of mouth, так сказать. И это важный момент, потому что в основном у нас, если мы смотрим, как мы выбираем кино, то да, мы слушаем, скажем, синема, мы почитаем некоторые, не знаю, увидим трейлер в кинотеатре, мы почитаем лицензии, но в основном, как мы выбираем кино, это нам сказал друг, что этот фильм хороший. То есть мы видели сообщения, что этот фильм хороший. И если эти сообщения идут летком, тогда, естественно, эта коммуникация, она постоянная. И ты хочешь, не хочешь, но у тебя вот есть такое самое давление со стороны других и друзей, что да, если все посмотрели, то и мне тоже стоит посмотреть, тем более, если им понравился. Но, естественно, можно и наткнуться на негативные отзывы, но, скажем, в нашем случае нам так повезло, что фильм хороший, поэтому негативных отзывов нет. У нас действительно нет негативных отзывов? Есть парочка. Парочка есть, если он будет отзываться. Мы даже с Алисой и Зараней, режиссером, думали, блин, как-то странно все, 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 типа, так хвалят и все так нормально. Ну, конечно, есть какие-то такие маленькая критика, но она такая для нас, ну, почти, мы даже не считаем ее критикой, потому что, ну, да, так мало, чувствуешь, что мало бюджета или что-нибудь там такое. Мне кажется, ну, может быть, это фейк? Может быть, это наши Сергеи делают это все, типа такое? Бас, ну, не рассказывай же всю нашу стратегию. Может быть, это боты? Да, да, да. Это боты? Ну, знаешь, очень много имен пришлось поменять, чтобы с каждого имени, с каждого профиля отставить отзыв, но работает. Но, да, это, главное, вот эта целевая аудитория, а потом мы думаем, что, как достигнуть еще эту секундарную аудиторию, то есть, какие каналы мы можем использовать, чтобы донести, опять-таки, наши сообщения или информация о том, что кино вообще вышло в аудиторию, которая обычно, так сказать, натуральным образом не услышит о нас. И тогда ты смотришь на то, на какие-то определенные точки соприкосновения с этой аудиторией. То есть, это, скорее всего, будет либо спонсируемая реклама, скажем, если мы выбираем в Фейсбуке, то, да, мы знаем, что есть очень много негативных отзывов о платформе Марка Цукерберга и то, как он использует данные, и то, как он, значит, коммуницирует или продает эти данные. Но с нашей стороны, стороны прокачки, значит, мы можем тогда использовать какие-то очень определенные пункты, чтобы составить портрет аудитории, которую мы иначе не достигли бы. То есть, аудитория, которая, скажем, не читает газеты, не смотрит телевизор, как с ней коммуницировать, можно на Фейсбуке составить вот этот портрет, учитывая, скажем, показатели. Он живет в Риге или он живет вне Риги. У него Фейсбук на русском или у него и Фейсбук на латышском. У него заинтересовали фильмы Ричарда Уинквейтера. Скорее всего, тогда и заинтересуют фильмы Буакус. То есть, такие показатели, если ты составишь, тогда ты можешь достичь и ту аудиторию. И то, что мы всегда тоже думаем, это где мы, опять-таки, с микробюджетом, это какие каналы мы можем использовать бесплатно. То есть, где мы можем найти сотрудничество, скажем, с другими партнерами, у которых есть, точнее, с которыми можно сделать сотрудничество, где каждая сторона выигрывает. Например, партнер такой Бенжи Ньюман. Они создали футболку, у которой тоже название Буакус. Естественно, достаточно органичная коммуникация получается, если мы коммуницируем о них, а не о нас. Опять-таки, получается, что мы получаем новый канал, и он бесплатный. То есть, все, опять-таки, выигрывают. И таких каналов, если мы собираем строчно, тогда получается уже какой-то конкретный портрет, где мы можем достичь достаточно широкой аудитории. Мы надеемся. То, насколько фильм заинтересует эту аудиторию, то есть, мы тоже понимаем, что фильм это комедия о молодежи, скажем, может, не всех заинтересует такой фильм. То есть, для зрителей 15 лет они, скажем, подумают, ну, куда мы про этих старых? Я покажу, если что, эти кавычки сейчас возле микрофона. Куда мы пойдем смотреть на этих старых людей, если мы можем сходить на новый фильм про супергероев? Ну, естественно, главное, донести сообщение, что фильм вышел и о чем фильм рассказывает и дальше уже зритель выбор, стоит ли идти на фильм, нет. Да. У него длинная, просто я понимаю, что еще прокатная судьба. Я знаю, что, Сергей, те фильмы, за которые вы берете, обычно у них такая выстраивается стратегия, что вот этот и сарафанное радио работает, и вот какие-то другие механизмы, которые позволяют фильму дольше держаться на плаву, чем, ну, вот традиционно вышел блокбастер, первая неделя вау, там все залы переполнены, вторая неделя спад 50%, следующая неделя еще, и через 3-4 недели уже, ну, как бы следующий, там уже следующий какой-то суперфильм вышел про супергероев, опять же, и все, и про тот забыли. это другая история. Это немного другая история, естественно, для каждого фильма, тоже для каждого проекта есть своя судьба, своя стратегия, то есть, для какого-то фильма подойдет, скорее всего, ограниченный прокат, где мы и коммуницируем, так что только какое-то количество сеансов будет доступно, и поэтому не теряйте возможность посмотреть. В Буапус, например, у нас стратегия была такая, что у нас коммуникация меняется, то есть, вначале у нас коммуникация, скажем, более стандартная, это трейлеры, это в прессе появится, это интервью, это различная фейсбук-реклама, потом она идет, опять-таки, по другим партнерам, и сейчас, скажем, у нас тоже такая компания, где мы собираем различные саундтреки от съемочной группы, скажем, вот саундтрек для путешествий от режиссера, и опять-таки, это что-то новое, что-то, что может быть полезно для зрителя вне фильма, но что-то, что можно использовать для коммуникации о фильме тоже. То есть, коммуникация, которая растет, меняется, и которая не теряет свой интерес, потому что, если мы коммуницируем все время одно и то же, одну и ту же картинку, одно и то же плакат, или одно и то же сообщение, посмотрите фильм, посмотрите фильм, то, естественно, тогда люди, даже которые на рубеже, и сходить, не сходить, на них это не влияет, то есть, это одно и то же сообщение. Если мы коммуницируем интересным способом, если мы коммуницируем разными сообщениями, тогда это, скорее всего, заинтересует. какие-то скандалы, интриги, расследования, там обычно всегда, ну вот, например, круглосуточные тусовщики Майкла Уинтерботт, там, они прогремели в Каннах из-за того, что он на закрытом пляже отеля Каннского устроил там битву мешками с тушками мертвых голубей, об этом там написала пресса, ну, то есть, там, вот, ну, такого рода. Но вот не получилось скандала получить. Нет, у нас, наверное, нет скандала. Ну, надо было, да? Вот, надо было создать скандал, скажем. Я могу показать видео с актерами со съемки. Да, актеры с актерами переспали, с теми, с теми, вся съемочная группа и так далее. Да нет, ну, нет вроде. Так, так. Нет, мы на самом деле, мы на самом деле думали, что другой проект, когда вышел фильм «Соведа Ванн», тогда хотели создать вот тоже фейковый скандал, например. Но, опять-таки, мысли только на 5 минут, такая идея, что, а можно было бы, например, вот, написать, что фильм запретили из-за того, что фильм о геях. И тогда, скажем, пустить это в прокат. Но, естественно, для этого, ну, если это органично получается, тогда, да, тогда можно использовать. Например, опять-таки, мне кажется, в прошлый раз мы обсуждали классы с Саудой, дамец. Но у них получился органичный скандал. Их выкинули из киноцитадела. Естественно, тогда, опять-таки, что они использовали, они использовали момент и создали новость на этом. То есть, создали из ничего, опять-таки, новую информацию о том, что фильм выйдет. Он выйдет 14 февраля, хотя заговорок был о том, что фильм выкинули. Главное, чтобы зритель знал, когда фильм выйдет, какой он будет, что это будет комедия и так далее. Ну и чуть-чуть вот такого запретного плода, что, дескать, его нельзя посмотреть. А будет ли эта картина дальше, ну вот, через какие-то фестивали, выходить, пытаться на другие рынки, а не только латвийские? Янис? На это мне тяжело сейчас ответить. Мне кажется, это могут ответить в первую очередь обе Алисы. Но я знаю, что точно у нас в планах есть. Во-первых, мы хотим на фестивали, очень много в фестивалях послать. И надеемся, что они будут хотя бы там показаны. И надеемся, может быть, на какие-нибудь даже призы. Я думаю, что у нас есть и шансы к этому. А потом уже будем смотреть, где ее дальше показывать. Но это действительно уже не ко мне, наверное, вопрос. Это вопрос Сергея. Ко мне тоже. У нас вообще, в принципе, в больших паровозах стратегия такая, что сначала вы запускаете кино на местном рынке, потом, значит, есть окно для фестивалей, где можно, наверное, заслать по всем фестивалям или по фестивалям, которые хотелось бы попасть, или по странам, в которые хотелось бы съездить, скажем, в Исландию, будет в сентябре. Было бы здорово съездить в Исландию. И в случае с Буакус у нас стратегия такая, что да, на этот год у нас нигде вне кинотеатрах Латвии и вне фестивалей он не появляется. То есть спрашивают это, можно ли будет посмотреть этот фильм в Англии. Можно будет на следующем году. Можно ли будет посмотреть по телевизию. Можно будет на следующем году. То есть на этот год у нас план, скажем, разосылать по всем фестивалям, съездить на фестивали, получить призы. И тогда уже с этими призами, например, можно идти дальше к прокатчикам английским. Можно идти дальше к прокатчикам зарубежным. То есть можно смотреть на рынок. Это уже шаблон качества какого-то Иначе они не будут смотреть Не то, что они будут смотреть Мы все равно можем отослать Естественно, английскому прокатчику Но если мы отошлем английскому прокатчику И поставим моблему Этот фильм был на том и том фестивале То, скорее всего, он посмотрит скринер То есть надо достичь, чтобы он Был заинтересован Посмотреть скринер хотя бы 5 минут Потому что когда он посмотрит 5 минут, он посмотрит дальше В этом уверен Раньше ведь выходили фильмы на DVD А вот сейчас как? Будет ли возможность посмотреть дома этот фильм У кого-нибудь? Дома определенно точно Но опять-таки это будет В следующем году И будет и телевизионная премьера Будет и фильм На стриминговых платформах На DVD я не уверен Потому что DVD на самом деле Это умирающий формат Плюс он требует Дополнительных затрат С нашей стороны То есть это надо создать диски В случае со стримингом Ты же можешь просто создать файл Отдать файл И фактически твоя работа закончена То есть не закончена Надо делать рекламу И для проката на стриминг-платформах Но нет такого большого риска Как с DVD буроев Потому что иногда получается так Что создал пачку DVD И потом они пылятся Ну да, это понятно Что как, например, компакт-диски В принципе у музыкантов Которые уже практически тоже Мало кто слушает В основном У нас буквально есть несколько минут Но вот просто мы Анонсировали Янц, может быть, вы расскажете Два слова хотя бы о новом проекте С Александром Незлобиным Мы с Сашей сейчас снимаем Документальный фильм Фильм, мне кажется Как можно сказать Гибрид какой-то Что-то гибрид его стендапа Мы снимаем в разных местах И мы снимали в Москве И сейчас будем опять снимать в Москве В субботу эту И мы были в декабре Ездили в тур в Америку И еще сейчас были Еще раз в Лос-Анджелесе В Голливуде он выступал И мы снимали разные сцены Это будет фильм Который мы также хотим Показать, скорее всего На многих стримингах Он может появиться в кинотеатрах Но мы очень Как бы Целимся на тот же Netflix И на разные стриминги в России Киноморе и другие новые открываются Фильм про Про стендап Про стендап в России Как он развивается И мне кажется Про разные актуальные темы Кстати Темы, которые даже в фильме Блакус показывались Но сейчас эти темы Допустим, мне кажется Для России Они Такие Я сам у Саши спрашивал Как бы Тебе не страшно Потом ехать назад Ты же все-таки работаешь на СТС Все И И как ты будешь Про это говорить И как ты будешь Выпускать этот фильм Но он сказал Что он хочет это делать Ему это интересно И Не будем грубыми словами Говорить Но он хочет Все равно будем выпускать это Как бы И смотреть Смотреть дальше Потому что Многим показали Уже трейлер Трейлер этого фильма И тизеры И всем очень нравится Это интересно Такого еще Особенно в России не было Ну что же Спасибо большое К сожалению У нас время Наша программа уже истекло Я напомню Что сегодня Янис Андреевкин Оператор Фильма Блакус И Сергей Мусатов Кинокулцы И дистрибьютор Этой картины Были сегодня у нас В студии Спасибо вам большое Спасибо До встречи